Всем привет! Сегодня будет рассказ о проекте с розовой кухней. Поэтому поехали! Работа над проектом началась с планировки. И это была очень сложная часть проектирования, потому что это небольшая квартира, однокомнатная, которую нужно было спроектировать для трех человек. Мама, папа и сын-подросток. Если посмотреть на планировку от застройщика, то мы увидим одну ванную комнату, одну кухню и одну общую жилую комнату. И вот здесь нужно расположить трех человек и сделать так, чтобы каждому было комфортно. Что делать в такой ситуации? Сейчас покажу. Первое, что я сделал, это присоединил балкон к общему жилому пространству, то есть кухне. Таким образом я увеличил площадь гостевой комнаты. А жилую комнату я разделил на две части. Одна побольше, другая поменьше. Это-то и будут жилые комнаты для наших героев. Теперь, когда мы попадаем в квартиру, у нас есть гардеробная справа, у нас есть ванная комната слева. Далее мы попадаем в общее пространство, которое объединило в себе кухню, столовую и диванную группу. Из этого же общего пространства мы попадаем в две отдельные жилые комнаты. Одна побольше для родителей, другая поменьше для ребенка. Хотя, честно говоря, я предлагал сделать наоборот. Почему? Потому что родители в основном пользуются общей территорией, то есть кухней и столовой. А, соответственно, на время бодрствования вот эта вот общая территория объединяется с территорией спальни. То есть она может перетекать из одной в другую, из первой во вторую, ну и наоборот. А вот у ребенка, особенно когда он подросток, ему необходима своя личная территория, желательно побольше. Ну, банально, чтобы он мог встретить гостей, посидеть с друзьями, поболтать о чем-то. А когда у него совсем маленькая комнатежка, из нее деваться-то практически некуда. Здесь сразу же возникает вопрос с вентиляцией этого маленького помещения. Но, не переживайте, этот вопрос решен. Есть принудительный приток воздуха, ну и, естественно, его удаление. Именно такое решение позволяет обеспечить уединенность всем членам семьи. То есть у родителей своя комната, у ребенка своя. И они могут разойтись по своим комнатам, когда им заблагорассудится и чувствовать себя уединенно. Ну, а когда пришло время общего чаепития, все собрались в общем зале за столом и могут, собственно, ужинать, завтракать и даже встретить гостей. И, кстати, могут вместе посмотреть телевизор. Вот такое вот очень интересное решение из однокомнатной квартиры фактически сделали трехкомнатную. Кстати говоря, кого заинтересовало, можете посмотреть поподробнее по ссылочке. А, в той стороне, да, я ошибся, в той стороне вы можете перейти и посмотреть более подробный рассказ об этой планировке. Ну, а я перехожу к дизайну. В дизайне, помимо того, что нужно было сделать красиво, как вы понимаете, нужно было решить главную и, пожалуй, основную задачу. Как сделать так, чтобы эта квартира казалась больше, чем она есть на самом деле. И вот, отталкиваясь от этой потребности, от этого запроса, мы предлагали и внедряли различные дизайнерские решения. От зеркал до цветовых сочетаний, до управления взглядом. Попадаем мы в квартиру, естественно, через прихожую. А из прихожей в общую комнату, то есть в кухню-гостиную. И когда мы попадаем в эту общую кухню-гостиную, мы начинаем двигаться на свет. И усиливая этот прием, мы начали выкрашивать стены от темного к светлому. Прихожая у нас темная, а в частности стены, которые огораживают ванную комнату. Причем туда мы и встроили еще кухонный гарнитур, попутно скрыв его. Вот эти стены у нас абсолютно темные, которые со стороны кажутся таким встроенным в пространство объемом. Которая воспринимается как мебель, поставленная в это пространство. А соответственно, мы как бы домысливаем стены, которые идут за этим объемом, за этой мебелью. И таким образом, мозг нам говорит, что помещение-то больше. Это вот один из приемов. И вот от этого темного объема мы переходим в фиолетовую стену, которая переходит дальше в светлую. И уже в окно совсем светлое пятно. Дальше мы подумали, а к чему же мы хотим привлечь наше внимание, чтобы сделать этот дизайн более интересным. И это стала розовая кухня, а точнее остров, который мы выкрасили в розовый цвет. Кстати говоря, почему появился этот розовый цвет? А появился он благодаря картине, точнее постеру, который сейчас висит на балконе. Это розовый фламинго в раме из перьев. Представляете, вы видели где-нибудь раму для картины из перьев? Это стало главной фишкой этого интерьера, к которому мы стремимся подойти из прихожей. И выглядит это следующим образом. В прихожей нас встречает темная стена а-ля шкафа, а мы помним, что за ним у нас ванна скрывается. Дальше мы видим розовый остров, который перетекает в более насыщенный розовый диван, над которым висит картина с розовым фламинго в раме из перьев. Вот таким образом у нас движется взгляд от прихожей к гостиной. Понимаете, это и называется управление взглядом. Это делает интерьер более интересным, я бы даже сказал юморным. Юморным за счет вот этой вот рамы. Вот такой вот нехитрый прием, а сколько эмоций и насколько необычен сам по себе дизайн. Всю эту историю с розовым фламинго мы усилили розовым островом, светильниками, которые висят над этим островом. Они в виде таких легкомысленных пузырей. Для кого-то может быть это облачка. Просто светильниками это не назовешь, правда ведь? То есть это такой уже некий арт-объект появляется на фоне темной кухни. Конечно, мы использовали зеркала. И когда мы идем в сторону прихожей, и вот там вот во всю стену наклеено зеркало, которое, во-первых, увеличивает пространство практически в два раза, визуально увеличивает, и добавляет света, потому что это зеркало отражает солнечный свет, который попадает в эту квартиру. И это тоже помогает нам решить задачу увеличения пространства и воздуха. На фоне этого зеркала стоит комод. Это мы сделали специально. Ну, во-первых, чтобы мы не уперлись лбом в это зеркало. А во-вторых, мы показываем, что здесь у нас стоит мебель, а за этой мебелью, возможно, что-то есть еще. Таким образом, опять обманывая мозг, говоря ему о том, что «Подожди, там же есть еще что-то, давай посмотрим». Вот так это примерно работает. Такая история у нас получается в этом интерьере, конкретно в этой кухне-гостиной. Я всегда сторонник таких приемов, потому что это делает интерьер богаче с точки зрения эмоций. Еще я очень люблю юмор в интерьере. Это когда появляется какой-то необычный арт-объект. В данном случае это картина с перьями. Это подушка мохнатая, непонятного цвета, зелененького, которая как будто выпала из этой картины. Все это заставляет нас разглядывать интерьер, а ведь он небольшой. Но за счет дизайна удалось зрительно увеличить это пространство, расширить границы. Вообще, конечно, мы любим работать больше с большими помещениями, но в данном случае задача была очень интересной. Из маленькой квартиры сделать большую, да еще и комфортную. Что нам и удалось, как мне кажется. Пару слов про оставшиеся комнаты. Спальня родителей получилась весьма лаконичной, но при этом удобной и комфортной. Здесь есть большая двуспальная кровать, вместительный шкаф, ну и, конечно же, несколько зеркал, которые зрительно увеличивают эту комнату. Во-первых, одно около макияжного столика с персональным освещением, а второе во всю стену, которая просто делает зрительно больше эту комнату. Детская это просто сама лаконичность. Здесь, наверное, самая главная фишка это стеклянная матовая дверь, которая пропускает хоть какой-то, но дневной свет. Все остальное просто, чтобы не загромождать пространство. Ну и в качестве такого зрительного увеличения пространства это фотография города во всю стену. Когда мы используем такой прием, то есть продляем перспективу, перспектива этого города уходит вдаль, и у нас складывается ощущение, что эта комната больше. Ну вот так работает наше зрение. Сама комната в монохромной гамме, это сделано для того, чтобы когда человек выходит из этой комнаты и попадает в общее пространство, те цвета, которые там использованы, а в частности розовые, они выглядели еще более насыщенные и радостные. Конечно, многим покажется, что это очень-очень маленькая комната, так оно и есть на самом деле, но по-другому было нельзя. Таким образом мы обеспечили уединение ребенку и родителям. Ну, либо в противном случае они бы ютились все вместе в одной, но большой комнате. Вот такие задачи мы тоже порой решаем. В ванной комнате мы постарались сделать все лаконично и скрыть все то, что не нужно видеть. То есть стиральную машину, корзину для белья и различную химию, которой мы пользуемся. Орнамент в плитке. Один геометрического рисунка, а другой аморфного, то есть с расплывчатой текучей линией, ну а-ля натуральный камень. Его же где-то повторяет ковер, который лежит на полу. Ну все мы любим коврики на полу в ванной, чтобы выходить на мягенькое. Собственно, это весь проект с точки зрения визуала. С одной стороны он очень простой, но с другой стороны он сложный, его хочется разглядывать, его хочется обсуждать. И это мы делали намеренно, чтобы вот эта маленькая квартирка не выглядела скучной, как это часто бывает. Здесь есть что обсудить, есть о чем поговорить, есть чему улыбнуться. Этого мы и добивались. После дизайна интерьера и его визуализации мы, конечно же, делаем чертежи, чтобы строители четко знали, что нужно сделать, чтобы получилась вот такая красота. Это порядка 14 разделов, плюс развертки стен. После этого мы составляем подробнейший список материалов, в котором учитываем, сколько купить, где купить, сколько это стоит. И в итоге вы, как заказчик, получаете цифру всего мероприятия. То есть, сколько нужно потратить денег, чтобы этот ремонт случился. Вот это вот и есть дизайн-проект, который мы делаем для того, чтобы вы жили комфортно и в красоте. Но это еще не все. После дизайна проекта нужно обязательно приступать к его реализации. И вот тут начинается вторая часть, которая называется авторское сопровождение. Но это уже совсем другая история. А на этом все. Ставьте лайк, обязательно пишите комментарии, подписывайтесь на канал. На этом все. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok